Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Первое событие в жизни маленьких анапчан. Пять новорожденных выписали из роддома в День семьи, любви и верности. 8 июля в Анапе отпраздновали День святых Петра и Февронии. В Анапском культурно-оздоровительном центре премьера прошел третий региональный фестиваль «Северный мост». В Пятихатках торжественно открыли новую спортивную площадку. В День святых Петра и Февронии и День семьи, любви и верности в Анапском роддоме выписали пять новорожденных. Молодых мам и малышей ждал сюрприз. Их поздравила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Счастливые моменты первых дней жизни маленьких анапчан зафиксировала наша съемочная группа. Первыми были готовы к выписке молодая мама Светлана Коркина с дочуркой. Их уже с утра ждал счастливый отец. Дорогие родители, вот сегодня вы забираете этот ребенка из нашего родильного дома. Очень символичный день. Потому что сегодня новый праздник, который окончается в нашей стране несколько лет, но он уже полюбился всеми, это праздник Петра, святых Петра и Февронии. Праздник любви, семьи и верности. Наверное, лучшие даты не сыскать институт семьи сегодня должен приобрести совершенно другое значение. Это второй ребенок в их молодой семье. Но, как говорится, на достигнутом супруги не собираются останавливаться. Полной семьей считают ту, в которой трое детей. А вот вторая пара ждала первенца долго. Родился сын. Их счастью в этот момент, кажется, нет предела. Желаю всем семьям любви, мудрости, ну и взаимного понимания. А самое главное, здоровых детей, веселых, здоровых. Юлию Малякину встречала вся семья – муж и две дочки. Родился мальчик, которому уже придумали имя Себастьян. У нас пополнение. Замечательно. Вы знаете, у вас сегодня необычный день. Знаете, какой сегодня праздник? День семьи. Правильно, сегодня день семьи, любви и верности. И вот в этот знаменательный день вы как раз забираете своего ребенка. В этот день выписывались четыре мальчика и две девочки. И этот день, конечно же, останется в памяти всех родителей, бабушек и дедушек, как двойной праздник. Любви, здоровья, всего самого хорошего. Ты, собственно, также поддержу супругу. А детей? Детей побольше. Побольше, побольше. Мальчиков. Всего в Анапском роддоме с начала года за шесть месяцев появилось на свет 1145 малышей. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-регион. Торжество в честь праздника семьи и детей продолжил большой концерт в центре города. Вечером на театральной площади выступили анапские творческие коллективы. Подробности праздника расскажет Лариса Басова. Прогуливающиеся по вечерней Анапе отдыхающие стали зрителями на большом концерте в честь православного праздника Петра и Февронии, которые являются символом супружеской жизни и верности в России. Семей, в честь которых можно устраивать праздник, как на сцене, так и на площади, оказалось немало. Выступали Юрий и Ирина Цыганок. Они всегда вместе, не только как супруги, но и как коллеги. Дают сольные концерты. Ирина преподает, а Юрий солирует в нескольких народных ансамблях и хоре. Любите друг друга, будьте любимыми. Ведь не зря говорят, когда человек любит, жизнь нам кажется прекрасной. Гости нашего курорта из Рязани Николая и Наталья Лариной воспитали троих детей. И рука об руку идут по жизни 40 лет. У них есть, что пожелать молодым семьям. Я, во-первых, желаю, чтобы у всех молодоженов были дети, потому что сейчас вы знаете, как это проблематично для некоторых. И чтобы они любили своих детей. Ведь некоторые рожают, а дают в приют куда-то, в дом младенца. Не дай бог такого. Крепкой семьи, здоровья, здоровых детей, благополучия. Чтобы все в жизни было устроено. Один за другим на сцену поднимались коллективы и отдельные исполнители, в чьих репертуарах песни и танцы, как повести о любви. Народный ансамбль «Забава», вокальная студия «Родник», народный казачий хор под руководством Анатолия Трашевича. Многие из артистов – многодетные папы и мамы. Вот как Людмила Комарова, для которой семья не помеха, а помощник в занятиях творчеством и общественной жизнью. Наш православный праздник, который мы с удовольствием отмечаем своим коллективам и своих семьям. Желаем всем семьям быть всегда здоровыми, самое главное – любви, огромное счастья и достатка. Всем зрителям организаторы концерта дарили ромашки, ставшие символом не только русских просторов, но и Дня семьи, любви и верности. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапрегион. И в продолжение темы о продолжении праздничного вечера. 8 июля на сцене Театральной площади Анапчань и гости курорта побывали сразу на двух праздниках. После концерта «Ко дню семьи» прошло торжественное открытие четвертого фестиваля конкурса «Морская звезда». Сегодня действительно необходимо поддерживать творческое начало детей, молодежи, подрастающих поколений, потому что наша необъятная Российская Федерация – самые лучшие талантливые дети. И им необходима такая творческая поддержка и, конечно же, поощрение для того, чтобы дальше развиваться. В Анапе фестиваль стартует впервые. Город-курорт продолжает традицию проводить «Морскую звезду» на Черноморском побережье. В этом году конкурсу фестивалю 4 года. 300 участников приехали в Анапу со всей страны. Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Чувашия и другие регионы представили самые яркие номера самых талантливых звездочек. В течение пяти дней они будут отдыхать в городе-курорте и соревноваться в нескольких конкурсах. Хореографии, игра на музыкальных инструментах, вокал. Ни одно сценическое выступление невозможно без яркого костюма. Этот фестиваль-конкурс отличается от других. В программе запланировано выступление театров моды. Количество участников фестиваля-конкурса с каждым годом увеличивается. Конкурсанты, один раз поучаствовавшие на фестивале «Морская звездочка», как правило, приезжают вновь. На самом деле фестиваль очень хороший. Почему? Потому что он дает развитие. Развитие твоим способностям, развитие твоим творчеством, развитие твоим эмоциям в первую очередь. Всегда интересно приезжать к новым людям. Но интереснее всего приезжать к старым знакомым. Наверное, поэтому мы приехали второй раз. Северные города России и жемчужина юга Анапа. Что может быть общего? В культурно-оздоровительном центре премьера прошло торжественное открытие ежегодного регионального фестиваля по национальным видам спорта «Северный мост». Яркие презентации регионов оценила наша съемочная группа. Короткой летней ночью сны самые яркие. Что снится девчонкам и мальчишкам в Анапе? Привычная северная прохлада. Делегация из Норильска снится символ города «Полярный медведь». Ребятам из Мурманска бесстрашный заяц. Леопард – самый спортивный символ. Талисман олимпийских игр в Сочи. Как можно так быстро путешествовать из одного города в другой? Запросто со знакомой всем детям Мэри Поппинс и попутным «Ветром перемен». Море, солнце, Анапа – новые друзья и праздники. Таким должно быть настоящее лето. И каждый найдет в нем что-то неповторимое. Участие в спортивных соревнованиях. Мы выиграли первую игру в пяльтер-бол. Против 25-го отряда. Нравилось все. Но так как я с Эмиром, мне не нравится, что здесь сильно жарко. Со всеми подружилась. Я с Москвой, с Астрахани, которые были на первой смене. Больше познакомились с вожатами, со старшими. Почему именно с ними? Мы больше со старшими веселее. Вот так проходит вторая смена в культурно-оздоровительном центре «Премьера». И для большинства детей отдых в «Премьере» – тоже «Премьера». В первый раз в Анапе, в первый раз такой кампании. И необычный фестиваль национальных видов спорта – тоже «Премьера». Ребята, которые представили сегодня свои номера, наверное, не сравняться ни с чем. Потому что здесь присутствует прежде всего культура всех наших национальных окраин. Вы поделились ей. Мы сегодня в третий раз открываем этот замечательный фестиваль. Спортивный фестиваль. Два года назад, когда мы с вами начинали этот фестиваль, я на этой сцене говорил, мечтали, чтобы он стал традиционным. И увидел с вашей помощью, с помощью администрации Анапы, Бориса Робиковича, эта мечта сбылась. Я очень рад, что здесь собрались такие красивые дети, такие спортивные дети, такие веселые дети. Я хочу, чтобы фестиваль, что проходит сегодня, Северный мост, как минимум 10 раз здесь проходил. А дальше будем думать. Для этого мы будем стараться создавать такие условия, чтобы вам понравилось все здесь. Климат, море и внимание взрослых – основа хорошего отдыха и настроения. И повод приятных воспоминаний на целый год. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. Наравне с курортной жизнью Анапы активно развивается спортивная. В городе-курорте в рамках целевых программ уже построены 14 многофункциональных спортивных площадок. Торжественное открытие новой спортивной площадки прошло в поселке Пятихатки. Для жителей Пятихаток открытие многофункциональной спортивной площадки – событие долгожданное. Площадь более 1000 квадратных метров. Спортивное покрытие предназначено для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Это хорошая тренировочная база для сельских мальчишек и девчонок. На открытие нового спортивного объекта приехали почетные гости. Глава муниципального образования, город-курорт Анапы Сергей Павлович Сергеев сказал, лицеисты пускай ремонтируют свое здание для того, чтобы оно было уютным, комфортным и потом осваивают спортивную арену. Но пока идет школьное лето, дети из поселка Пятихатки должны иметь возможность здесь полноценно заниматься. Красную ленточку вместе с будущей звездой большего спорта перерезали заместитель главы Людмила Гузенко и председатель совета Леонид Кочетов. От администрации города дети вручили подарок. Самые нужные на площадке – мечи. Для собравшихся гостей на церемонии выступил вокальный ансамбль «Радость» – представители подростково-молодежного клуба «Комета». А затем на площадке состоялись первые веселые старты. Жители такому подарку от администрации города рады. Мне понравится, что площадка вообще появилась. Хоть какое-то разнообразие, что-то новое. Можно теперь побегать, хоть каждый день бегать, играть, веселиться. Я очень довольна, что у нас в Пятихатках что-то появилось вот такое именно красивое, хорошее для наших детей, для наших внуков. Мы радуемся, какая-то цивилизация к нам пошла. Условия для занятий спортом очень важны, особенно для школьников. Духовное и физическое развитие подрастающей смены – это и есть вклад в золотой фонд и будущее города-курорта. Здоровое и сильное новое поколение. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 10 июля в Анапе синоптики обещают ясную летнюю погоду. Температура воздуха в дневные часы плюс 24-26, ночью до 22 градусов по Цельсию. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 25 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Клуб танцевального спорта «Луна Парк».